Когда я стал веганом, я потерял много друзей. Кусок неестественной пищи, которая серая, вонючая, противная. Но вот вы собрались в кучку, нахватали каких-то стереотипов и ими там делитесь, понимаешь? Больную печень утки съесть за такие деньги. Там, сям, оп-оп-оп, это это. У нас бы мир был таким бы светлым, таким бы красочным. Отрубал курицам головы, кидая топор. А еда обладает еще энергетикой особым. Почему все веганы так отлетают жестко? Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Мотиватор. И сегодня мы решили устроить жаркие дебаты мясоед против вегетарианки. Я в этом углу нахожусь в роли мясоеда. Меня зовут Вадим Березов. В прошлом я имел опыт вегетарианства, веганства и даже сыроедения. Потом в процессе от этого отказался по своим определенным причинам, о которых я, может быть, сегодня здесь расскажу в процессе разговора, в процессе этих дебатов. Сейчас я являюсь нутрициологом, занимаюсь питанием, худею людей. И буду оппонентом для девушки-вегетарианки. Передаю ей слово. Она сейчас расскажет о себе немножко. Меня зовут Андра Нович Анна. Всем добрый, прекрасный день! Я учитель йоги. Я делаю на все, чтобы жизнь людей становилась более гармоничной, более здоровой и осознанной, легкой и радостной, и великолепной. Что, Вадим, приветствую тебя! Привет, еще раз! Первый вопрос. Давай, да, мы подготовились. Почему? Вот почему? Меня всегда волнует вопрос, когда человек серьезно заболевает. Первым, что делают врачи, его ограничивают в употреблении мяса и ему прописывают безмясную диету. Неужели не стоит сразу ли задумываться, почему? Почему сразу же такое происходит? Так, ладно, давай с тобой будем в рамках диалога. При каких заболеваниях врачи исключают мясо? Ну, тяжелых. Когда уже там формы этой рака относятся, и заболевания печени, легких и всего подряд. Так, смотри, ладно, давай возьмем тогда хронически неинфекционные заболевания. Я объясню, что туда входит. Это, естественно, диабет второго типа, раковые заболевания, инсульты, инфаркты и некоторые легочные заболевания. Ты, наверное, эти имеешь в виду, да? Ну, да. Ну, то есть, хорошо, я, если честно, признаться, я никогда не слышал о том, что прям рекомендуют исключить мясо, потому что для меня это новая информация какая-то, я не знаю, где ты ее взяла, из каких источников. Потому что обычно людям рекомендуют снижать вес при таких заболеваниях, правильно? Ты, наверное, к этому ведешь. А когда рекомендуют снижать вес, то человека обычно садят на диету, которая содержит больше растительных компонентов, цельнозерновых продуктов, чтобы снизить его калорийность рациона и насытить организм питательными элементами. Но я ни разу не слышал, чтобы кто-то исключал мясную продукцию. В том числе, там, ну, в целом, давай возьмем животные продукты, там, мясо, ну, смотри, да, к чему мы имеем претензии, я не знаю, там, говядина. Давай, давай разделим. Говядина, курица, да, белое мясо, рыба, ну, свинина, да, естественно. Ну, и дальше пошли, там, яйца и молочные продукты, да. В общем, не слышал, не слышал, честно, чтобы рекомендовали исключать мясо, и я даже не могу подумать, почему это могут делать. Вот, возможно, снизить долю белка в рационе, да, из мясных продуктов, в принципе, можно рекомендовать. Но вот, если ты говоришь, к примеру, даже про какие-то лечебные столы, знаешь, там, раньше у нас были, там, стол номер 6, стол номер 7, там, столы при различных заболеваниях, в том числе, заболеваниях пищеварительного тракта. Это, ну, там есть какие-то ограничения в рамках животной пищи, но они не тотальные. То есть, если мы говорим про полный отказ, то такого врач себе позволить у нас не может. То есть, поэтому я не знаю. Вот, то есть, да, может, ты расширишь вопрос или... Ну, ладно, мы остановимся. Ну, на самом деле, когда человек заболевает, его стараются ограничить потребление мяса, потому что оно всё-таки начинает в организм, больной организм не может его нормально переработать, а оно содержит в себе токсичные, в различные отходы, и детоксикация происходит намного сложнее организму, нужно много-много работать, чтобы переварить мясо. Я вот это имела в виду. Уже подхожу к тому, почему мы не едим мясо. Я понял. Короче, знаешь, в чём проблема? Проблема в том, что ты говоришь теми же словами, которыми говорил я, когда я был веганом. И я понимаю уже, откуда ты всё это взяла. Ты взяла это, конечно, из веганской тусовки, из различных вот этих вот... От различных коучей, ребят, да, которые учат нас там с тех же YouTube-каналов о том, что мясо – это вредно, абсолютно не подкрепляя это какими-то серьёзными доказательствами. Вот. Я так тоже говорил. Я говорил, что мясо вредно, я говорил, что нам нужен детокс, я говорил, что есть какие-то там продукты какие-то непонятные, да. То есть ты сказал, токсичность какая-то, да, вопрос там, что за токсичность, да, что это такое, да. Есть какие-то вот такие вот элементы непонятные, какие-то призрачные, которые могут там нас как-то загрязнять, и нам нужна очистка, и это всё провоцирует болезни. Но подтверждения в официальной какой-то науке я этому не нашёл. Есть избыток каких-то веществ вследствие несбалансированной диеты. С этим я могу согласиться. Тоже мясо там, да, есть претензии, к примеру, к мочевой кислоте, которая происходит в процессе переработки, да. Но, опять же, это только из-за избытка белка. То есть если ты ешь слишком много мяса, да, как это принято там в той же Америке, откуда всё идёт, собственно говоря, из Америки. Если ты ешь слишком много мяса, то её слишком много образуется, и твои почки просто не вывозят. Поэтому происходят какие-то проблемы, вот. Но в целом я не вижу здесь проблем, честно. Вот в рамках нормального употребления мяса, не каждый день там, и не на завтрак, обед и ужин, красное мясо кушать. Вообще никаких проблем, вот. Ладно, проблем нет. А ты же всё-таки хотел, сидел на этой диете, значит, какие-то были проблемы. Я не отрицаю. Нет, проблем не было, просто я наткнулся на одного очень интересного спикера, который сам был веганом и завлёк меня своими сладкоречивыми диалогами, вот этими дьявольскими, да, вегетарианскими, да, просто, что это избавит тебя от всех болезней, что ты будешь чувствовать себя просто прекрасно, будешь, знаешь, немножко парить над землёй, когда ты, вот, ты не идёшь, а ты, как бы, у тебя нимб появляется, крылья, ты становишься автоматически осознанным, если ты не ешь мясо, это автоматически, это не обсуждается, да, вот. И, как бы, всё у тебя, в принципе, прекрасно, у тебя деньги, тебе не надо работать, да, всё, ты живёшь до 120 лет, до 150, это, как бы, ну, и вот он меня завлёк, понимаешь. А я, поскольку человек, я люблю всё проверять, я начал проверять на себе, отказался, типа, почувствовал, о, вроде прикольно, потом я об этом пожалел. Естественно, я об этом пожалел, когда столкнулся с проблемами, которые у меня начались, но это опыт, что говорить, это опыт, да, я отказался, потому что просто поверил человеку на слово. И я начал искать ответы на свои вопросы, потому что я сразу начал задаваться вопросами, да, зачем нам детокс, что такое шлаки, да, почему мясо гниёт в кишечнике, где нам брать белок. И, понимаешь, знаешь, в чём фишка, вот самое интересное, в том, что вы вегетарианцы и веганы, давай я тебя просто, ну, обобщу до людей, которые пропагандируют эту систему питания. Вы мне не ответили на них? Не ответили. Не ответили? Вообще никак. Ну, то есть, ответы были с точки зрения вот таких вот призрачных каких-то моментов, типа, там, какие-то там вещества непонятные, да, я говорю, назовите химическую формулу, никто её не знает, да, как это всё в организме проходит, никто это не говорит. То есть, всё какими-то вот этими эфемерными моментами, да. И потом, я уже рассказываю тут свою историю, потом я просто пошёл и начал учиться питанию от науки. То есть, я прошёл курсы по нутрициологии, по диетологии, и там ответили мне на эти вопросы. То есть, мне, понимаешь, в чём фишка? Все вопросы вегана устранили все еды, мясоеды, понимаешь? И они ответили на них правильно и точно, и всё мне рассказали, показали. И я сказал, что, друзья, ну, веганство, это, конечно, круто, это была частью моей жизни, но, к сожалению, немножко не туда. Я знаю, что очень многие вегетарианцы и веганы строят свои убеждения на здоровье. То есть, как ты сказала, да, до эфира мы с тобой общались, что у тебя 50 на 50 этика, да, и 50% здоровья, да, то есть здоровья. Лично я, вот смотри, я тебе сейчас дам такой вот панч. Лично я не вижу разницы для здоровья между правильно составленной веганской или даже вегетарианской диетой и между правильно составленной нормальной обычной диетой, которая бы включала все продукты, которые, ну, нам доступны, да, которая может в себя это включать. То есть, я не вижу разницы. И покопавшись на подмеде в нужных источниках, я действительно не нашел этой разницы. Ты с этим утверждением согласна или ты всё-таки считаешь, что мясо – это корень всех зол, курица, рыба, и даже если ты ешь это в каком-то определённом, ну, не сверх меры количестве, да, то это всё равно вредно, да. То есть, это как, знаешь, такой продукт с красной лампочкой. Вот его нельзя и всё, ни в каком количестве, ни в каком виде. Да, что же касается, я считаю, физики и мяса, да, и его питания. Ну, на рыбу точно можно ставить, мне кажется, красную лампочку. Почему? Потому что это связано с экологией нашего мира. К сожалению, чистейшую рыбу найти очень сложно. И поэтому, если есть возможность ограничить её и убрать, то лучше первым делом почистить, когда организм, если хочешь, то прежде всего отказаться от рыбы. Ну, потому что даже речная рыба, которая считается чистейшей, её уже точно не называют чистейшей. Наши все реки и, ну, не знаю, на Байкале, может быть, ты найдёшь рыбу. Смотри, я дополню сразу здесь, я не буду юлить там, да, как-то в доску защищать мясо. Я согласен, что у Всемирной Организации Здравоохранения есть норма по морской рыбе. С чем она связана? Она связана с наличием в этой рыбе тяжёлых металлов, конкретно ртути. ВОЗ принял рекомендации 2-3 порции в неделю. То есть 2-3 порции в неделю рыбы вполне не повредят организму, да, они не вызовут тяжёлого отравления от этих металлов. То есть в рамках загрязнения ты это имеешь в виду или что-то ещё есть? Вот это. Да, ну, а что касается животных, так же, когда прошла у нас промышленная эта революция, сколько, или 20, это когда активно начала вот это фастфуд развиваться, да, эти бесконечные быстрая еда, бургеры, котлеты, естественно, очень много нужно будет выращивать животных, их колоть и провоцировать процесс роста. Да, это уже пошли у нас вколы пробиотиков, дальше безопасности нужно дать ещё поколоть, и это поколоть, и я с точки зрения ещё вот этого. Тоже скота натурального мы сейчас, ну, найдём только в деревне, а в основном у нас всё направлено на промышленность. Вот, опять же, узнаю веганов, всё по верхам, вот вы не копаете глубже. Знаешь почему? Потому что я вот как стал, когда я был веганом, то есть на самом деле ты говоришь вообще в доску, как я раньше. И я вот это всё говорил своему ученику, потому что я раньше тренировал клиентов, и надо было с ними о чём-то разговаривать в процессе тренировки. И у меня был человек, у которого была фабрика, фабрика по производству, выращиванию куриц. То есть всё, вот под Новосибирском у него фабрика. Я ему говорю, слушай, ну вот у нас же мясо обколото всё, у нас же там куча всяких невкусных и вредных добавок. У нас там цыплёнок, бройлер растёт там 50 дней. Типа, как он может вырастать за такой короткий срок так много? Он у меня смотрел, как на долбоёба. Я тебе серьёзно говорю. Он смотрит на меня и думает, вот Вадим, ты вообще был хоть раз на фабрике, ты видел, чем их... Ты читал ГОСТы. Он говорит, гормон роста, забудь про это, это слишком дорого. Стероиды, то же самое, никто этого не делает. Во-первых, чтобы гормон роста подействовал, надо колоть, да, потому что это пептид, ну это аминокислотная цепочка, он в желудочно-кишечном тракте расщепляется всё, теряет свои свойства. То же самое с пептидом. Стероиды, это дорого, естественно, анаболические, андрогенные стероиды, которые, например, стимулируют рост, да. Других добавок нет для того, чтобы это сделать. Есть премиксы, витаминные, аминокислотные премиксы, которыми кормят курицу. И эти курицы, на них растут, да. И причём, он знаешь, что говорил, он говорит, если вдруг какой-то цыплёнок чем-то заболевает, то там такой кипиш поднимается. Потому что они действительно радеют, ну, по крайней мере, их фабрика точная, я не знаю, как на остальных, да, вот этих подобных фабриках, за качество. То есть, и там всё по регламентам, по ГОСТам. Там, знаешь, там, грубо говоря, курица тебе шаг в сторону не сделает, чтобы об этом кто-то не узнал. То есть, просто ради интереса, если ты веган и это пропагандируешь, съезди туда, посмотри, как там вообще всё. И у тебя откроются глаза. Ты поймёшь, что это реальная ложь вегетарианцев. То есть, такого не бывает. Сразу на забой едем. Вот, и если бы на скотобойнях установили бы стеклянные окна, и все бы видели, как это происходит, я думаю, что теперь многие бы, вот когда у тебя на царелке лежит кусок вот этой прекрасной пищи, разве ты никогда не задумывался, что специально для тебя пришлось убить живое существо? Я задумывался, и я рос в деревне, я тебе так скажу. У меня дядя отрубал курицам головы, кидая топор, чтобы ты понимала. То есть, он прицеливался, кидал топор, топор втыкался в сарайку, а курица бежала дальше без головы. Поэтому я это всё видел. Я видел, как дует коров, я сам их доил, да? Я видел, как растят поросёнка, а потом я кушаю его вечером за обеденным столом. Я, мало того, я тебе скажу, что я видел, когда этот поросёнок, как конструктор лего, разложен на разные части, уже убитый на столе. И это наша культура, которая оставила огромный отпечаток на нас, и которой мы дальше продолжаем следовать. Потому что, знаешь, мы очень сильно скачем по темам, это мы уже касаемся темы того, кто мы такие, да? То есть, ты считаешь, что человек всеядный? Вот, следующий вопрос, давай разберёмся с этим, раз уж мы так начали скакать по темам, я потом тезисно, по прошлым темам все свои, как бы, утверждения скажу, я всё помню. Человек – это всеядное существо, да. Ты считаешь по-другому? Ну, нет, больше, конечно, растительноядное считаю. Наличие клыков. Давай. Смотри, вот, смотри, вот это, опять же, всё по верхам. Это любят делать веганы. А я тебе углублю, хочешь углублю? Да. Просто, смотри, я этим задавался вопросом. Я тоже, когда был веганом, просто, понимаешь… Длина кишечника, наши кишечники, наши кишечники, наши очищения дают, кстати, спорить. А и больше-то мы же к растителям же, получается, относимся. Конечно. 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 Он соглашается. Но, смотри, ты мыслишь по верхам, ты не хочешь докопаться до сути. Потому что я до неё докопался, когда был веганом, и это меня отвратило от вегетарианства. Смотри, хорошо, мы произошли от обезьян, правильно? Обезьяна – это травоядное животное? Да, это реально. Есть мясо? Нет. 5% в рационе? Нет. Я знаешь, до чего дошёл, насколько я был петливым веганом? Я купил учебник приматологии, чтобы ты понимала. У меня дома несколько учебников по приматологии. Я начал их читать, потому что хотел разобраться. Я чувствовал, что мне врут. У среднестатистической шимпанзе в дикой природе 5% мяса – это яйца, которые они находят в гнёздах, насекомые и падаль. Это в основном. Это наш прямой предок – шимпанзе. 5%. А теперь, хочешь, взорву тебе мозг вообще. Знаешь, от кого… А ты никогда не задумывался? Мы произошли от шимпанзе. От кого произошли шимпанзе? Ну, тоже близкая по природе тоже какая-то. Вообще не близкая. Знаешь, от кого? Насекомоядные млекопитающие, которые обитали на территории нынешнего Китая и были похожи на наших тупай. Знаешь, что такое тупая есть такое животное? Тупая. Тупая, да, вот это животное, от них произошли обезьяны, то есть это прямой предок обезьяны, насекомоядные, на секундочку. И потом, давай дальше с тобой пойдём, мы же вглубь идём, да? Я просто хочу, чтобы ты поняла эти моменты. И потом обезьянам стало тесно, ну, видимо, да, они начали мигрировать. И начали пытаться выживать на новых территориях, правильно? То есть, теоретически, мы начали в виде уже какой-то переходной стадии человека разумного, да, заселять континенты. Но мы вышли из джунглей, и мы попали в сезонность, и это зима. И ты представляешь, какую дань мясоедению, охоте и собирательству нам нужно отдать. Если бы мы тогда не начали есть мясо, мы бы не стали главенствующим видом на Земле. А мало того, последнее дополнение, перед тем, как ты парируешь, хочется сказать, что многие учёные, ну, это уже я так просто, к слову, связывают развитие мозга с тем, что мы начали есть мясо и переселяться. Понимаешь? То есть мы как вид образовались этим путём. Вот так. Ну, это интересная точка зрения, я преклоняюсь перед этим. Это не точка зрения, это не точка зрения, это история. Понимаешь, это эволюция нашего вида. То есть это не точка зрения, это факт. Это, ну, вот понимаешь, вот просто вот как факт, примета. Ну ладно, мы сейчас живём в другом времени. У нас сейчас есть очень много различных продуктов для пропитания. И мы ещё знаем, какая сложная ситуация с экологией. И прекрасно понимаем, как мясо влияет на нашу экологию. О, ты прям по темам вообще скажешь, я с тобой не успеваю. Подожди. Сейчас Гэри Юровский где-то сейчас икнул. Ну давай, хорошо. Неужели мы тоже не можем немножечко с этого момента тоже поразмыслить и подумать, чем же мы можем помочь нашей прекрасной земле и экологии. И немножко хотя бы ограничить потребление мяса, которое требует от природы, от человеческих людей и от многих факторов его создания, употребления. Ну, чтобы мы употребляли все его. Я, да? Хорошо. Я согласен с тобой только в одном. В том, что ограничить нужно. В том, что сбалансировать питание нужно. Но исключать это слишком категорично. И это неэффективно. И оно просто не к месту. Вадим, зачем вы создаваете вот эти сложности, неестественности? Мы видим этот кусок неестественной пищи, который серый, вонючий, противный. Чтобы его съесть, его нужно приготовить, его нужно посолить, его нужно приправить. И только тогда потом его можно будет съесть. Да, обязательно. А сколько существует продуктов, от которых без этого всего у человека начинает выделяться слюна, и он её с удовольствием употребляет? Да, да. К чему вот такие сложности? И прикапываться именно к неестественности и против, в общем... Я понял вопрос. Собственно говоря, почему-то я и завёл тему того, как мы пришли как биологический вид к мясу. Я думаю, раньше, когда мы только переселялись из джунглей, находили какую-нибудь падаль, и надо было просто поесть, были в популяции люди, которые говорили, «Ребят, ну вы чё, это шпадаль, ну хорош, пойдёмте лучше яблок поищем». Пофиг, что мы в какой-нибудь степи, где ничего нет, да, кроме травы. Да, они такие, это знаешь, как есть мем, типа, как вымерли тираннозавры, типа, и тираннозавр идёт в майке, я веган, типа, всё, они вымерли, таким образом. Вот, поэтому это эволюция, то есть мы должны были начать есть мясо, как я уже сказал, и с этой точки зрения, это отголоски прошлого, плотные отголоски, и я не вижу сейчас альтернативы этому. Я не вижу сейчас альтернативы. Ну честно, какая есть альтернатива? Давай возьмём эту всю культуру, мы не будем трогать молочную продукцию, да, пока, потому что ты вегетарианка. Мы возьмём красное мясо, белое мясо, да, курица, индейка, перепёлки, яйца, рыба, различные морепродукты, креветки, индейки. А, но ты хочешь сказать, что где находятся такие же вещества, тебя интересуют аминокислоты, прежде всего, и белки? Да, 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 во-первых, во-первых, я, как всеядный, готов смириться с тем, что мне нужно покорпеть над куском мяса пару часов перед тем, как его съесть. Я абсолютно не против, если честно. Вот, я отдаю себя очевидно. Подожди, что это покорпеть, это? Покорпеть это, ну, давай, опять же, я ничего не скрываю, то есть я здесь показываю мясную промышленность, как она есть. Во-первых, вырастить, потом обколоть специальными растворами, чтобы мясо дольше хранилось, чтобы оно не теряло свой красный цвет, это, естественно, нитраты. После этого я бы его замариновал хорошенько, обязательно используйте уксус, немного перца, соли и приготовил бы, желательно на гриле, без масла, чтобы не было лишних калорий. Лишнюю кожу и жирю я бы упал. Хорошо, а венцо еще подать тебе? Венцо, как атрибут средиземноморской диеты, но я больше люблю попить вечером пивка. После мяса едят, видите, еще и пиво, в общем, все животные потребности, не разу хочется, опыт. Знаешь, вот, черт возьми, почему все веганы так отлетают жестко, почему вы реально парите над землей, я не понимаю. Я же сам таким был, и меня вот сейчас это так бесит, то есть я когда вижу это, я такой, блин, не ты, не ты ни в коем случае, вот эта позиция, понимаешь. А потому что, знаешь, когда ты уже достаточно в этом опыте, давно, не твои два с половиной года. И вот это пренебрежительное отношение, я у всех веганов видел, знаете, когда я только начинал, они такие, ой, что это год, вот ты 6 лет, как я по сыроеде, тогда ты получишь результат, понимаешь. Для меня... Кстати, да, цифра 7, ты же знаешь, что организм, чтобы... За 7 лет все клеточки обновляются? Да, 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 вот ты все знаешь, вот ты все знаешь. Нет, конечно. А почему ты не решила на себе это испытать? 7 лет? Да, 7 лет. Понимаешь, что мне достаточно было всего 2,5 лет понять, что веганство это не моя тема, что это для здоровья не очень грамотный подход. И я не испытал там потом еще проблем с какой-то этической стороны. Да, я не этичный веган, и за это человека, ну, как бы, ругать нельзя, потому что я знаю свою историю, я знаю, что мы, как человеческий вид, выжили благодаря тому, что перестроили свое питание, и я этим горжусь. У тебя, я смотрю, очень огромная дань нашей истории. Конечно. Ну, конечно, конечно. Да, да, нет, я тоже поддерживаю. Ну, смотри, мне, вот как ты задал вопрос, ты от него ушел, я быстро отвечаю. Давай, давай. Почему же все-таки мы парим над землей? Да, да, давай. И уже с этим, на самом деле, сложно от этого отказаться. И сейчас люди больше даже, я думаю, переходят не из-за того, что это для здоровья, а больше из-за личности, развития личности человека. Да, смотри, тоже телега впереди лошади. У веганства есть атрибуты. Я нашел исследование, которое замеряло количество веганов в России и в США. Как думаешь, какой вообще это процент? 2% ты знаешь, вегетарианцев. Веганов меньше, где-то 0,1%. В Америке 5% вегетарианцев и 2% веганов. Там побольше. Ну, там и население больше вдвое. То есть 320, по-моему, миллионов, если мне не изменяет память. В России 150 миллионов населения. То есть мы, как бы, немножко проигрываем. Ваша Мекка это Санкт-Петербург, там больше всего веганов, да? Да, с вами поехали в Санкт-Петербург. И я согласен с тем, что веганство очень часто сопровождается детоксами, йогой, осознанностью, чтением какой-нибудь литературы, цигун, голодание, религиозной какой-то стороной, да? Я согласен, но я все-таки все эти атрибуты ставлю после того, как ты веган. То есть вы же не принимаете в свои ряды мясоедов. Почему? Нет, на самом деле... Но вы хотите их обратить все равно. Это порывы, я скажу, были в первые годы, когда тебе хотелось спасти весь мир. Вот правда, спасти весь мир. Вот это я вообще, это просто... Но потом, когда ты видишь этих людей, которым и не надо спасаться, им и так нравится в своей заварушке вариться и думать на уровне четырех стен, где находится... Вот, вот это пренебрежение к людям. Я это узнаю все, да, да. То я не хочу вытаскивать его и давать ему помощь. Ты, челядь, блядь, сиди там у себя пивко попивать. А если я вдруг вижу, что человеку скучно в этом мире, и он знает, что есть что-то интереснее, что-то в возвышении, как ты говоришь, то я обязательно ему помогу. Да, да, ну, мессия, как Иисус, так скажем. Да, ну вот почему, смотри, почему толстый человек, такой огромный, толстый, он же толстый, то есть у него много запасов жира, еда. Конечно. Он через два часа опять хочет есть. Это потому, что я сама отвечаю, стоп. Давай. Потому что еда, это психологическая зависимость. Конечно. И я сведу тому, что еда обладает еще энергетикой особой. Бывает она высокой частотной, бывает низковибрационной энергетикой. Так вот, мне кажется, что если человек будет питаться больше растительной пищи, то и мысли-то у него будут и посветлее, и потребности-то у него будут не такие животные, принцом упадать, и в пивка потом после мяса. А я вообще-то не за деградацию, я за популяризацию, за увеличение количества здоровых людей. Проблема веганов номер один, запоминаю. Вы не обратите весь мир, пока будете так далеко от обычных людей. У нас 2%. И вы так и останетесь на этом уровне, потому что вы отлетаете жестко. Когда я стал веганом, я потерял много друзей. Я остался буквально один. Да, я культивировал вокруг себя тусовку. Я знал всех веганов Новосибирска практически. То есть я устраивал различные мероприятия, проводил детоксы, об этом отдельный разговор и все такое. Но я отлетал по жесткому. Прям конкретно. И вы тоже отлетаете. Все. Причем все. Когда так мыслите. И я понял, что для того, чтобы человеку что-то доказать, нужно идти от любви. Понимаешь? То есть не нужно говорить и думать, что вы все не такие. Нет. Мы все нормальные абсолютно. И абсолютно не важно. Понимаешь? Вот знаешь, очень хорошая фраза. Когда тебе подают руку помощи, не важно кто это. Мясоед или веган. Правильно? Все люди одинаковые. Да, у кого-то есть проблемы. У кого-то есть проблемы. Кто-то толстый, кто-то умирает от диабета. Инфарктов, инсультов, от раковых заболеваний, мучается с ожирением, стесняется своего тела. Но вы не решите эту проблему. Эту проблему решат нутрициологи, диетологи и специалисты по питанию. Вот чем я занимаюсь. Кстати, не замечал, как многие теперь диетологи начинают раскрывать тему вегетарианства? И вставать даже на весы превалирует. Не превалирует. Не превалирует. Смотри, я очень часто изучаю тему вегетарианства. Я написал столько постов, которые взорвали столько пуканов, что ты не представляешь. Я это серьезно говорю. Смотри, есть позиция Американской диетологической ассоциации, вместе с Канадской диетологической ассоциацией по вегетарианству и веганству конкретно. Они говорят, вегетарианство... Ты сейчас порадуешься. Вегетарианство, веганство может быть полноценной системой питания для любых возрастных групп. Да. Но это не делает эту систему питания единственной и неповторимой. Потому что в то же время, когда я изучал проблему хронических неинфекционных заболеваний, то есть, опять же, перечислил рак, диабет, инсульты, инфаркты, ожирение, метаболический синдром, я наткнулся на веганство. И, черт возьми, действительно, у веганов меньше риски по раку, в том числе раку прямой кишки, меньше риски по сердечно-сосудистым заболеваниям. Вегетарианцы реже болеют и умирают от сердечных заболеваний, да? Они меньше весят, у них индекс массы тела меньше. 10 плюсов. Они стройнее, естественно. Но я не к этому веду, я не к этому веду. Я не могу это игнорировать, я согласен. Но в то же время, есть такая диета, которая называется средиземноморская. И вся проблема этих исследований, которые говорят, что веганы это круто и веганы лучшие, да, это все правда. Но они сравнивают с чем? Со среднестатистическим человеком, у которого баланс нутриентов, рацион питания состоит из макарон и пельменей. Понимаешь? Мы не с тем сравниваем. А веганы, вы каста благородная. Понимаешь? Вы кушаете правильно, следите за питанием. Вы занимаетесь йогой, проводите детоксы. Вы занимаетесь спортом в целом, да? Вы ведете здоровый образ жизни, ты говоришь, не пьешь. То есть, это как бы атрибуты для попадания в касту, вот в эту, понимаешь? Ну, это же, согласись, это группа людей. И вы более здоровы в целом, и в этом и проблема. Но если вас, вашу группу сравнить с такой же группой людей, но которые едят мясо... Которые тоже занимаются спортом, йогой, но они питаются и мясом тоже. Средиземноморская диета тому, да, виной. То все то же самое и даже лучше в некоторых моментах. Потому что средиземноморская диета также защищает от рака, от сердечных заболеваний. Там также у людей меньше индекс массы тела. Они стройнее выглядят. Они дольше живут. Даже есть такие исследования. Веганов сложно исследовать, потому что вас мало. Ну, серьезно, мало. Берегите нас, а? Мало, да, мало. Поэтому есть альтернатива. И мой главный спич этого всего мероприятия, наших дебатов в том, что, чтобы быть здоровым, не обязательно отказываться от мяса. Можно употреблять привычные продукты, но делать акцент на фруктах и овощах, на цельнозерновых продуктах, орехах, растительных маслах, да, с хорошим составом жирных кислот, на мясо в небольшом количестве, конечно, да, одна порция в день, судя по средиземноморской диете. Рыба, морепродукты, да, повоз 2-3 порции в день. Молочные продукты, это же прекрасно. И в том числе яйца. Пожалуйста, это средиземноморская диета, и она не противоречит, и она не вредит здоровью, только помогает, как и веганство. Это мой главный спич. То есть ты видишь в этом смысл? Или я все неправду говорю? Понимаешь? Причина вегетарианства, почему я должен начать веганить-то? Зачем мне это? Начинается все за здоровье. Ну, есть же средиземноморская. Ну, я могу не отказываться от мяса, мне это не нужно. Понимаешь? Это, понимаешь, это шах и мат, к сожалению. Это шах и мат вегетарианство. Понимаешь? Понятно. Ну, в общем, для тебя мясо, ты считаешь, что это источник, ой, поддержания твоего здоровья? Для меня не мясо поддержание моего здоровья, и даже не яблоко. Для меня поддержание моего здоровья, я всем говорю, это правильно сбалансированное питание. Я не мыслю плохими или хорошими продуктами. Я мыслю нутриентами. Белками, жирами и углеводами. Качеством жиров я мыслю. Насыщенные и ненасыщенные жиры, твердые при комнатной температуре и жидкие, животные и растительные, они должны быть в балансе 50 на 50, да? Если мы увеличиваем потребление жиров в рационе, если мы потребляем много насыщенных жиров, то у нас портится липидный профиль. Привет, сердечно-сосудистые заболевания. Но в этом виновата не молоко. Понимаешь? В этом не виновата мясо. В этом ты виноват. Понимаешь? Я сегодня думал и решил подобрать метафору к здоровью. И я подобрал. Здоровье это как деньги. Каждый его зарабатывает. Понимаешь? Настолько, насколько он знает, как это делать. Понимаешь? То есть, здоровье это не просто дано тебе от природы. Да, какая-то порция дана. Но ты его должен сохранить. Да? Ты его должен заработать. И уже ты сам должен думать, как это сделать. Ладно. А твоя цистистика, что говорит о продолжительности жизни мясоедов и вегетарианцев? Каких мясоедов? Давай тогда так. Ну нет, только у нас есть диета и вегетарианство. Смотри, есть продолжительность жизни по регионам, по странам. То есть, там у нас, если я не ошибаюсь, лидирует Япония. Но я точно не помню, я не готовился по этой теме. Вот. Вас, веганов, сложно определить. Ну, серьезно. Потому что человек должен питаться от и до, да, быть на вегетарианстве. Есть Индия, да? Но к сбалансированному питанию там слабо что-то относится. Да нет, да, уже статистика давно показывает, что вегетарианцы живут дольше. Я не видел этой статистики. Где ты ее взяла? Я утверждаю. Так же, как вот про давление, про сосудистые, это уже раковые. Ну, конечно. И продолжительность там же, на одном уровне. Вот смотри, когда я искал исследования, я, может быть, просто на них не наткнулся. Средиземноморская диета увеличивает продолжительность жизни. Я тебе могу дать ссылочку на подмет. Вегетарианство, возможно, тоже. Но я это связываю за счет косвенных каких-то факторов, которые в целом избавляют тебя от хронического воспаления, от хронических болезней и позволяют прожить дольше жизнь. Факторов, сопутствующих вегетарианству. Физические нагрузки, активный образ жизни, активное долголетие, да? Это же все не работает так, что ты включила вегетарианство и все. Хорошо. Тогда давай, теперь я поверну русло в эту сторону. Теперь я немножечко буду задавать вопросы про вегетарианство и веганство. Ты же понимаешь, что когда ты себе ограничиваешь рацион, ты теряешь в каких-то микровеществах, микроэлементах, витаминах и минералах? Я их с удовольствием набираю через растительную пищу. Вот смотри, давай теперь пошли тогда по конкретным вещам, да? Глубоко, не по верхам. Белок. 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 Ты считаешь белок? Нет. Ну, не считаешь. Ладно. Это в целом можно не делать. Белок на самом деле к тебе не относится, потому что ты немножко на полноги к всеедению, потому что ты у нас вегетарианка, понимаешь? Ты ешь молочные продукты. И очень много тезисов твоих, они немножко противоречат твоему образу жизни. Вот с точки зрения этики точно. Потому что я считаю, что называть себя этичным веганом и пить молоко, это немножко разные вещи. Понимаешь? Ну, это правда, я думаю. Я не этичный веган. Нет, нет. Мне просто кажется, что это разные вещи. Я не знаю, какая философия за этим стоит, но, понимаешь, ты говоришь, что я отказываюсь от мяса, потому что мне жалко животных, но в то же время я пью их молоко. А ты вообще согласна, что мясо гниет в кишечнике? Вот такой я тебе вопрос задам. Согласна, потому что я знаю, что есть какая-то норма, которая кишечник может переварить, а потом оно начинает гнить. А так как у нас кишечник безумно длинный и совершенно не подходит для того, чтобы переваривать мясную пищу, и оно медленно, но верно проходит к выводящим путям, уже подгнивая, уже выделяя токсины. Сколько ты вегетарианством занимаешься? Восемь. Ты скоро станешь обычным человеком. Да? Да. У тебя, понимаешь, у тебя нет ответов на вопросы. У тебя, ты веришь им на слово, и это очень плохо. А ты считаешь, что 8 лет это... Ты веришь на слово 8 лет, представляешь, как это жестко. Я тебе объясню, потому что, когда я 2,5 года веганил, у меня первый был вопрос. Они мне говорят, мясо гниет в кишечнике, должен оказаться от мяса. Я такой, так, а что он действительно гниет? А как так? А где оно гниет? А почему оно гниет? Вот, тын-тын-тын-тын, вопросики-вопросики какие? А что, оно не гниет там? Оно не гниет там? А ты знала, что соя гниет больше, чем стейк? Объясню, почему. Почему тут соя? Ну, смотри. Как оно гниет, это растительная пища. Да, растительная пища. Она спокойно переваривается. Там белок, в растительной пище есть белок, правильно? И он гниет там больше, чем мясной. Почему? Объясняю. Нутрициология. Уроки от нутрициолога. У белка есть, у разных продуктов, которые содержат белок, есть степень усвояемости этого белка. То есть, мясо и рис усваиваются по-разному, в разной степени. Что-то усваивается активнее и лучше, что-то хуже. И белки растительного происхождения усваиваются легче. Самый лучший для усвоения белок, 97% усвоения, это яйцо. После идет чуть меньше, если я не ошибаюсь, 95% или 94% это молоко и молочные продукты. Здесь прекрасно у тебя все. После идет мясо и курица-рыба, 94%. Потом идет соя, резкое падение до, если я не ошибаюсь, 80% или 75% усвоения. Крупы, естественно, тоже. И самый последний белок, который хуже всех усваивается, это рис. Порядка 74%. То есть, понимаешь, и мы складываем два момента. Мясо гниет. Что гниет? Белок, правильно? Потому что почему? Потому что якобы плохо усваивается. Но по факту тебе наврали. Тебя, черт возьми, обманули. Тебе сейчас не хочется, ну, просто поговорить с этими людьми, которые тебе дали, вложили в голову не ту информацию, которая не соответствует действительности. Понимаешь? Белок из мяса гниет в кишечнике. Хотя имеет самую высокую степень усвоения белка из всех продуктов. А растительные продукты не гниют, да? То есть, в растительных белках нет продуктов, или он там быстро усваивается? Хрен уж два. Он там не усваивается. Почему? Да он быстро усвояемый. Нет, белок усваивается сложнее. А если он проще, как он может усваиваться сложнее? А кто сказал, что он проще? А кто сказал, что он проще? Он не проще. Потому что в растительности есть фитаты, есть клетчатка. Это все усложняет усвоение. Поинтересуйся. Это вранье веганов. Я за это их ненавижу. Потому что я дерьмом этим загружал свой мозг два с половиной года, пока не нашел, не открыл правду. Не гниет мясо в кишечнике. Соя гниет больше. Рис гниет больше. Белок из гречки гниет больше. Мясо усваивается лучше, чем растительные продукты. Белок из этого мяса. Понимаешь? Я зол на всех веганов. Они мне врут и врали. Понимаешь? Так, вегетарианцы. Вегетарианцев. На веганов больше, потому что я все-таки был преимущественно веганом все это время. Поэтому это ложь. Это ложь. И как вы живете, я не понимаю. У меня были проблемы со здоровьем, которые стимулировало сыроедение. Но это вообще категоричная система питания. То есть вегетарианство от сыроедения достаточно далеко. Но вот видишь, как я далеко пошел. Потому что стимулировало все вокруг. Понимаешь? Ты еще не хочешь стать сыроедом? Почему? Я когда оказываюсь в жарких странах, я спокойно сыроеду. Ты же спокойно сыроедешь. Ну, тоже как вариант. Но на долгую, вот мне 8 месяцев хватило, у меня начала болеть печень. Она увеличилась в размере на 2 сантиметра в диаметре. То есть, во-первых, это избыток фруктозы, естественно, да? Ты ешь фуа-гру? Фуа-гра. Напомни, что это такое? Я вот такие вот это... Печень утки. Огромная печень, выросшая на специальном... Нет, печень я не люблю. Паштет вот это я не люблю. Печень... Я люблю... Every мясо, черт возьми. Нанесите мне стейк. Расскажите мне, как люди, тратя при этом безумные деньги, заказывают в ресторане фуа-гру, такой кусочек за 2 с половиной тысячи. О чем вообще думает мозг человеческий? Больную печень утки съесть за такие деньги. Вот где развитие, понимаешь? Нет, подожди. Ну, это же все дань. Мы же с тобой уже это проходили, этот урок. Это дань эволюции. То есть, мы едим вообще все, что не приколочено к полу, понимаешь? Все, что переварится. Это нормально. Устрицы, да, морепродукты. То есть, есть тоже много всего интересного. Вот эти... Тараканчики, как бы, ну и все. Ты в Таиланде не ешь, что ли? Миски быка. Личинки, яйца быка, да. Называй свои имена и все. Продолжая, да, вопрос дефицита микроэлементов, мы можем сказать про железо, про B12. Но это, я думаю, ты уже слышала и не раз. Про железо, про B12, про йод, про кальций, естественно. И тому подобные элементы. Во-первых, B12 вообще нет в растительном питании. Да, это согласно, мы их получаем извне. А иногда организм уже доказанно вырабатывает, и уже организм под видом мутировали же мы. Выделяет сам B12. Бактерии кишечника, да. Но я изучал этот момент, смотри, может просто опять же там у тебя по верхам информация. В том отделе, в котором нет усвоения этого вещества. То есть он должен усваиваться в верхних, мы бактерии выделяем в нижних, поэтому так все происходит. Вообще с B12 интересная история. Его много в организме. И он с желчью у нас выходит, снова всасывается. Недостаток его, кстати, показывает? В этот анализ по витаминам. Можно показать? B12, конечно. Если я не ошибаюсь, да. В любого витамина можно, за любые деньги. Ну, за ваши деньги, так скажем. Анализ на все витамины стоит 20 тысяч рублей. Водорастворимые, жирорастворимые. Ну, B12, да, показывают, конечно. Не, ну просто удивительно факт, и я его дополнительно не принимаю, и у меня с ним все в норме. Удивительно факт. У тебя, смотри, он может снижаться со временем. У тебя как там? 8 лет мало. Обычно дают 4-5. Вот. Но надо смотреть, опять же. То есть нельзя сказать, что у меня... Все, мне дали 5 лет. У меня же, это такая небольшая ошибка. Нельзя сказать, что у меня все хорошо, значит, у вас тоже будет хорошо. Понимаешь, да? У многих есть проблемы. То есть B12 вообще нет, да. То есть и мы закрываем тему о полноценности вегетарианства. Потому что если ты не можешь что-то получить из пищи, то питание не полноценно. То есть ты должна получать это издобавок. Витамин D нет. Ну, кроме молочки, да, веганства. Или солнышко, да, естественно. Но, опять же, в продуктах питания мы его не получаем, если мы веганы, да. Кальция ограниченное количество. Почему? Низкая биодоступность из растительных источников. То же самое и с железом в негемовой форме просто. А, кстати, еще такой хороший факт. Ну, плохой факт. Плохой факт. Давай. Чтобы увеличить мясную промышленность, которая сейчас, конечно же, раскручивают, раскручивают. Потому что, ну, понятно, нам нужно сделать больше людей побольнее. Чтобы они поменьше жили, побольше тратили средств на лекарства. Преувеличили дозу белка, которую, на самом деле, вот сколько, по твоим данным, белка нужно в день? Смотри, опять я узнаю это все. Я тебе отвечаю. Восемь лет, говоришь? Люди не через столько переставали это все есть, переставали этим заниматься. Десять, двенадцать лет был стаж, они переходили обратно. Я знаю, человек, у него семь лет стаж сыроедения, он обратно перешел, да. Я тебе говорю, ты скоро перейдешь. Я тебе скину источники, почитаешь? Помните это, помните это в разе. Нет, серьезно. Потому что, вот как я, все по верхам. Тебе дать ответы на эти вопросы, и ты вообще будешь в порядке. Не может промышленность преувеличить долю белка. Потому что, когда мы смотрим исследования по белку, по нормам белка, вот, к примеру, там, в том же ПАБМЕДе, сейчас уже, конечно, ну, как бы, очень пошло, да, оперировать ПАБМЕДу, но, тем не менее, это сборник всех научных статей. В нем главное ориентироваться. Так вот, есть исследования с конфликтом интересов и без конфликта интересов. Есть независимые исследования, которые подтверждают повышенные дозы белка при различных целях. Ну, вот, к примеру, если я худею, и у меня потребность в белке возрастает, я потребляю от 2 до 2,4 граммов на килограмм. Обычным людям с низкой физической активностью и находящихся в норме калорий, 0,8. То есть, на сегодняшний 40, ну, в среднем примерно 40 грамм. 0,8-1,2, да, это норма. Ну, вот, я просто считаю, что сильно переувеличивает дозу белка в нашем мире и важность этого белка, который почему-то только в мясе это находится. Потому что он там легко усваивается. Ну, и имеет полный аминокислотный состав. Имеет полный аминокислотный состав. Ну, то есть... Ну, да, то есть ты со мной же согласишься, что белок весь можно получать из растительной пищи. Да, но это будет очень сложно. Ну, типа, это мозгоебство просто на всю жизнь. Ну, я не понимаю, зачем мне это надо, если у меня вот он есть. Здравствуйте, я курицу поел, вечером у меня 50 грамм белка. Да, причем полноценного и легко усвояемого, да. Вот опять же, белок преувеличивают у вас в среде веганов, понимаешь? Вот я как могу это сказать? Ты, ну, не относи к этому себя. Я, может, тебе скажу жесткие вещи, да. Но вот вы собрались в кучку, нахватали каких-то стереотипов и ими там делитесь, понимаешь? Это же образ жизни, которым мы живем, и стиль нашей жизни. Это же, мы же, можно сказать, своим примером, мы чувствуем, ощущаем этот тип питания на себе. Это мы не по книжкам живем вообще-то, а по собственным ощущениям. Вы должны чувствовать ответственность за новообращенных. Потому что, когда люди применяют веганство, не умея это делать, они страдают. Нет. Страдает их организм. То есть, у вас должно быть четко составленной рекомендации. Когда вы говорите человеку, откажись от мяса, это не должно так звучать. Это должно звучать, откажись от мяса, но потратить хуевую тучу времени, чтобы сбалансировать свой рацион по недостатку микроэлементов, понимаешь? То есть, вы так должны говорить. То есть, просто отказаться от мяса и быть пиздатым. Я начал часто материться. И быть пиздатым этого недостаточно. Это так не работает, понимаешь? Нет плохих, хороших продуктов. Есть рацион в целом. Мы, как нутрициологи, смотрим на систему питания. На нутриенты. Вы молодцы. Вы будущие вегетарианцы и все вегетарианцы. Конечно же, вы должны разнообразить свой рацион. Об этом мы сейчас и говорим. И друг другу не противоречим. Да, в этом я абсолютно согласен. И я даже не собираюсь что-то говорить против, потому что, ну, я бы противоречил научным, обоснованным данным. Да, смотри, я договорил про нутриенты. Я думаю, вы поняли, ребят. Такое небольшое подытоживание этой темы. Если вы все-таки хотите веганить или отказываться от чего-то, в первую очередь, сконцентрируйтесь на недостатке каких-то веществ. Потому что, если вы что-то исключаете, вы должны где-то что-то скомпенсировать и добрать это. Я не имею ничего против веганов. Прекрасные ребята. Да, их мало. Да, их мало. Но они в целом, как бы, прикольный образ жизни ведут. Да, они целом плохие. Да, если сильно не отлетают от людей, понимаешь? И когда уже они вот, ну, не смотрят так высока. А так в целом вообще все прекрасно. Йога, тема. Кажется, что мясо очень сильно мешает личностному развитию человека. Она в плане, да пою же все-таки к энергетике пищи вернемся. У тебя есть такой хороший случай, что энергетика. Да, мы вязаем себя все-таки не только какой-то продуктом, а продуктом, что касается на уровне энергии. И вот это мясо, вспоминая себя до моего вегетарианства и сейчас, хочу сказать, что это разные личности. Мои мысли, мой образ жизни при мясоедстве отличается намного, чем вот сейчас. И мне кажется, блин, вот все бы сейчас немножко бы чуть убавили хотя бы потребление мяса или отказались от него. У нас бы мир был таким бы светлым, таким бы красочным. Потому что образ, ход мыслей, твои желания, потребности животные, они все немножко уходят на дальний план. И человек начинает больше себя развиваться как личность, преодолевать такие качества, как сострадание, доброта, благодарность, любовь. В общем, я здесь хочу потопить еще и за это. У нас не так много этого в нашем мире и хочется сделать его более краше. Ой, я даже не знаю, это не вопрос, наверное, это утверждение. Я могу только сказать, как я к этому отношусь. Я стараюсь избегать неточных терминов, значения которых не понимаю, это энергии, да? Я не могу в этом разобраться. Наш мир – это энергия. Я пытался, да, аннигилирующие частицы, это теория струн и все такое. Но, слушай, там физики не могут понять, что к чему, да? То есть они такие говорят, блядь, ну я хз, как бы вроде так, но может и по-другому, да? Вроде она волна, а вроде она частица, да? Да, все намного проще. Я говорю, то есть, там ребята коллайдер строят, а у нас тут все на норме. Человек, который съедает мясо, вспомни, вот вспомни, вспомни на себя на вегетарианство по-любому, у тебя проскальзывал момент, когда ты попитаешься растительной пищей, твое ощущение, полет или желание творить, и когда ты вдруг поел чуть-чуть больше, и тебе охота поспать. У меня есть своя теория. Да, а пища-то должна на самом деле вдохновлять, она должна, мы живем же не для того, чтобы есть, а едим, чтобы жить. Но зачастую получается у всех басмезоедов, что после еды надо поспать, но это же капец как неправильно и неестественно, ненатурально. Все физиологично, по моему мнению, если ты наелся большим количеством пищи, поспи. Как бы, да? Окей. Ничего такого. Я просто к чему, тут тоже интересно и взаимосвязь, у меня есть своя теория на этот счет, я не скажу, что она супер научная, но какое-то звено правды в ней есть. Ты когда-нибудь голодала? Да, у меня была практика, ну, 6 дней. Куча энергии, да? Во всех классах. Жесть, а знаешь почему? Ну, потому что организм не тратит энергию на пищеварение. Не так. На пищеварение мы не тратим немного энергии. Ну, здрасте. Термический эффект пищи, это называется, это один из трат на основной обмен. Основной обмен – это сумма биохимических реакций организма. Я заговорил сложными словами, но не запоминайте это. В общем, термический эффект пищи – это не такая большая величина, 10% в среднем, и зависит от того вообще, чем ты питаешься. 10% ты скидываешь, но это, понимаешь, это не все. Объясню тебе с точки зрения логики. Представь, ты, организм, настроен на одно. Как бы мы здесь сейчас не философствовали, мы все рождены для одного. Выжить и сделать потомство. Как биологические машины мы этим занимаемся, больше ничем. Как это звучит? Это очень приземленно. Это веганов приземляет очень сильно. Это я как будто бы накинул лассо на твои крылья и немножко так потянул, что, мол, давай-ка к земле немного. К земле не поймут. К земле не поймут. Все это приземленно. Почему много энергии, когда голодаешь? Вот представь себе организм, у которого вдруг просто резко отрубили источник питания. Что он думает? Он думает, что вокруг кончилась еда. И нужно переселяться, нужно искать еду. И он дает тебе эту энергию, дает тебе эту энергию. Он дает тебе этот энергетический подъем на голодание. Знаешь, когда на голодании люди бывают, они мне рассказывают, я же тоже этим интересуюсь. Они мне рассказывают, что я ночью не могу уснуть. У меня просто сердце колотится. Я им говорю, ну отлично, беги еду добывать. Потому что тебе твой организм говорит, чувак, эй, тревога, еды нет. Погнали, бери топор и ищи волосатого огромного мамонта. Нет, я хочу сказать, что это прежде всего мне не только дает здоровье. Я на самом деле, да, забыла, когда я последний раз болела. И это дает мне хорошее еще условие созревания как личности и духовного развития. Которое, я считаю, при мясоесте затормаживает человека в развитии. Мыслите чуть выше, чем животное. Но мы все-таки другие немножко существа. Более с умом и более божественные, как я считаю. Кем дороже быть, веганом или мясоедом? Веганом дороже быть, конечно. Мясоедом. А почему? Килограмм мяса стоит так же, как и 2 килограмма помидор, например. Ты не будешь питаться одними помидорами? Да нет, ну понятно. Там такие кулинарные изыски, чтобы ты понимал. Там надо туда съездить, это взять. Не забыть, на рынок заскочить, это взять. А манго сколько зимой стоит, ты вообще представляешь? Я так бабками вообще раскошеливался, когда на веганстве было. Манго вообще не приспособлены к себе в каком условии. Яблоки, яблоки. Ну ладно, я все-таки, ну по моему опыту как бы веганство. Есть знакомые, которые не заселяют себя в квартиру людей, которые придерживаются. Ну они не соеды. Ты не будешь в квартиру заезжать, не будешь с нами тусить, потому что ты ешь мясо. Поддерживать или это стоит, или вообще так категорично относиться к людям? Нет, потому что опять же веганы тем самым от себя отталкивают. То есть они никогда не перерастут 5%, пока они будут так себя вести. Я считаю, что это просто неуважение. Потому что я могу есть мясо, это законно. Я могу носить кожу, это законно. Это мое прошлое, это моя эволюция. Я этим горжусь, потому что я человек. Поэтому как бы вот так. Я безумно люблю и уважаю всех людей. Это мне без разницы есть мясо или нет. Но я своим примером ему покажу, как может быть по-другому. И последний вопрос. Какое это будущее вегетарианцев, веганов вообще в России? Я бы даже сказал в мире, рано или поздно, возможно, это мы уже пофилософствуем, человечество встанет перед выбором. Возможно, будет новая аналитическая революция. И все-таки я верю, что зерно правды в проблеме скотоводства и как оно влияет на нашу планету Земля, оно все-таки есть. Но сейчас это, конечно, не к месту, эти отказы всякие. Но когда, как говорится, нас по башке ударит кувалдой, мы резко перестроимся. В одночасье мы перестроимся, если будет потребность. Но сейчас я ничего плохого в этом не вижу. Очень мечтаю о такой революции, которая перевернула бы сознание людей, а вегетарианцев стало больше. Ребят, майтесь чем угодно, но следите за своим здоровьем. Я глубоко убежден, и я знаю точно, я привел немало фактов, что любая система питания может быть полезной, если вы будете заморачиваться. Поэтому не важно, там веганы вы, вегетарианцы, просто им надо заморачиваться чуть посерьезнее, потому что там ограничения. Самое главное, структура рациона, рацион в целом, потребности, которые вы закрываете. И я бы хотел пожелать веганам один единственный момент. Ребят, не считайте себя лучше только потому, что вы не едите мясо. Это глупо, серьезно. То есть вы такие же, как и люди, которые едят мясо. Нас ничего не различает, понимаете? Мне надо парить над землей. Все нормально. Моя позиция. Мы есть то, что мы едим. И чем мы себя питаем, тем мы и являемся. Но согласитесь же, это наша важная составляющая всей жизни. Поэтому желаю всем, я, конечно же, остаюсь при своем мнении, питать себя более живой, натуральной, настоящей пищей. Огонь. Кулачок. Мир, мир. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, да, там ссылки всякие и все такое.